Какие события стали наиболее заметными сегодня в Нерюнгре? Подборку сделали коллеги в Южной Якутии. Слово Екатерины Павловой. Добрый вечер, Якутск! Сегодня в столице Южной Якутии состоялась ежегодная церемония вручения премии главы Нерюнгринского района молодым талантам, достигшим значительных успехов в социальной политике, в общественной жизни, науке, культуре, спорте и образовании. Все лауреаты награждены ценными подарками. Украсили церемонию творческие коллективы района. Отрадно, что наша молодежь хранит те добрые, хорошие традиции, которые заложили создатели этого города. Это первостроители, производственники. Это честный, самоотверженный труд. Мы гордимся нашей молодежи и уверены, что все основные победы еще впереди. Сегодня в рамках объявленного 2018 года в Российской Федерации годом волонтера наша съемочная группа побывала на одном из первых мероприятий, в котором приняли участие волонтеры из числа нерюнгринских студентов. Это проведение рейтингового голосования по программе формирования современной городской среды. Из числа лучших было выбрано более 100 человек. В торжественной обстановке глава города Нерюнгрин Леонид Олейник выразил волонтерам искреннюю признательность за помощь и выручил сертификаты участников рейтингового голосования, которые станут для них путевками в большую жизнь. Насколько все прекрасно проведено, более 16 тысяч человек проголосовало на рейтинговом голосовании. Хочу сказать, что в городе Нерюнгре первое место занял парк культуры отдыха имени Гаврила Иосифовича Черяева, набрал 32,3% всех голосов, чуть поменьше – это сквер в районе школы номер 2, еще чуть-чуть поменьше – это наш технопарк. Хочу сказать, что программа долгосрочная, она будет рассчитана до 2022 года. И те общественные пространства, которые в этом году не будут благоустроены, которые заняли второе, соответственно, там третье место, они однозначно автоматически попадут в программу благоустройства по комфортной городской среде уже следующего года. Сегодня наша съемочная группа встретилась с Яной Юсуповой, победительницей муниципального этапа республиканского профессионального конкурса «Учитель года-2018». Она работает в 24-м лицее уже 10 лет. За это время Яна Васильевна проявила себя как перспективный и креативный педагог, которая внедряет в свою методическую работу новые технологии, такие как электронные журналы, дневники, дистанционные тестирования и многое другое. Теперь педагог готовится к республиканскому этапу профессионального конкурса. На мой взгляд, участие в подобных конкурсах дает возможность продемонстрировать свой опыт работы, поделиться своими находками, своими идеями. Такими событиями запомнился сегодняшний день в Нерюнгре. Всего хорошего! До встречи в эфире!